Всем привет! Социальная сеть это не только постоянное листание стен, как незнакомых тебе людей, так и друзей, а и возможность общаться с близкими и родными или же вести переговоры по бизнесу, но раньше делать это можно было только на странице в браузере или в мобильном приложении, или же в каких-то неофициальных приложениях. И вот, вашему вниманию, социальная сеть ВК выпустила специальную программу Messenger. Удобное приложение для обмена сообщениями. И сегодня в этом видео мы сделаем с вами обзор этой программы, как она выглядит, какие есть настройки, какими функциями она обладает. Скачать ее можно по ссылке в описании под видео с официальной страницы ВК. Сейчас она доступна для Windows, macOS и Linux. Маленькая инструкция. Чтобы ее установить на ваш персональный компьютер, вам нужно зайти по ссылке в описании под видео, нажать кнопочку «Скачать», после чего у вас откроется установочное окно и вы сможете установить эту программу. После установки вам необходимо пройти авторизацию, ввести ваш логин и пароль и после этого у вас появится вся доступная переписка от ваших друзей. Если вам поступило новое сообщение, то всплывает окошко либо в стиле Windows, либо в стиле ВК. Это можно сделать в меню настройки. Для того, чтобы зайти в настройки, вам необходимо нажать эти три точки и выбрать настройки. Здесь мы можем увидеть вашу информацию профиля, настроить ее, так как есть возможность изменить, выбрать язык. Из доступных языков предлагается три, английский, русский и украинский. Можно настроить иконку в трее, запускать при старте системы, запуск в свернутом трее, поверх остальных окон, система рамки окна, размер шрифта, приватность, ввод текста, загрузки. Может спрашивать либо каждый раз, когда вы куда-то хотите сохранить свой файл, либо в определенную папку. Автоматически загружать обновления и настройки соединения. В разделе уведомления можно как раз и поменять стиль уведомлений либо в стиле Windows, либо в стиле Messenger. Также можно выполнить отдельные настройки как к личной переписке, а также если вы имеете сообщество или как еще их называют группы или паблики, также можете настроить переписку, также можете настроить сообщение именно в этой программе. И вам не нужно будет заходить каждый раз, если кто-то из ваших подписчиков пишет вам или друзей, вы будете получать все в этой программе. На панели задач горит в красном кружке единичка, это мне сообщение о том, что я получил сообщение и не прочитал его. Как вы видите здесь показано в каком разделе находится, что это из ряда личных сообщений, а не из группы, так как группа здесь переделена маленькой полоской. Переходим в раздел личных сообщений и здесь показана вся переписка. Заметьте, что можно сделать так, чтобы показывало только непрочитанные, поставив здесь необходимую галочку. На примере переписки супруга я вам хотел бы показать, что ранее длинные ссылки теперь в этом приложении отображаются корректно, я бы даже сказал компактно. А также запоминается папка, откуда загружали предыдущий документ или фотографий. Есть возможность прикрепить фотографию или документ. Для этого есть также прямая ссылка сразу на фото. Ну а чтобы передать эмоции, есть большой выбор смайликов и стикеров. Также можно отправлять мгновенное сообщение. Достаточно лишь нажать на эту кнопочку, пошла запись вашего сообщения и нажимаете отправить. К кнопочку, пошла запись вашего сообщения. Если вы хотите найти нужное вам сообщение среди множества переписок, тогда нужно в строке поиска написать ключевое слово сообщения, которое вы помните. К примеру, это адрес. И тогда вам покажет, где вы упоминали, в каком именно сообщении есть такое слово. Например, и здесь нам выделено слово, адрес здесь. Если мы нажмем сюда, здесь будет написана тоже информация. Нажмем сюда, тоже будет написано. Ранее сообщалось, что в этой программе еще планировалось управление музыкой, но на сегодняшний день эта возможность отсутствует. Напоследок, хотел бы вам показать, как можно быстро перейти на профиль того, с кем вы общаетесь. Например, открываем переписку, нажимаем сюда показать информацию. У нас открывается мини-управление во время переписки и здесь есть сразу же возможность перейти на профиль ВК. Нажав сюда, вы сразу можете открыть профиль человека, с которым вели переписку и уже здесь можно посмотреть фотографии, информацию на его стене и многое другое. От себя хочу добавить, что мне эта программа помогает экономить время, так как многие думают, что если я нахожусь в сети онлайн, значит я сутками сижу на странице ВК, просматриваю фото и впустую трачу свое время. На самом деле, я это не люблю. У меня ВК стоит для того, чтобы можно было поддерживать связь с друзьями, родственниками, вести переписку по работе и заказам, так как мы имеем наш основной канал Сергея Валя Грачевы, где мы показываем разные распаковки, интересные случаи из нашей жизни, кулинарные рецепты и именно для этого нам и нужна соцсеть. Тем более, удобно поддерживать связь с подписчиками именно через ВК, через Viber, WhatsApp или другие функции, не совсем это удобно. Благодаря этой программе можно создавать чаты с друзьями и коллегами до 250 человек, обмениваться фотографиями, видеороликами, отправлять документы и можно даже в какой-то степени сказать, забыть об электронной почте. В приложении доступна вся функциональность обычных диалогов ВК. Вы сможете заниматься делом и не пропустить важное. Сообщения всегда будут под рукой. Рад был вам помочь. Вы на канале Universal Channel UA. С вами был Сергей. До новых видео, друзья. И да, не забудьте поделиться этим видео с друзьями, чтобы и они узнали об этой удобной программе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok